Мы начинаем церемонию награждения. И для этого приглашаем на лёд всех участников шоу «Ледниковый период». Ну вот и наступила кульминация нашего шоу. Кто знает, увидим ли мы ещё эти пары на льду танцующими. Они выехали на каток для получения наград. В любом случае, кто бы ни занял первое, второе и третье место, все наши пары заслуживают наград. Они просто молодцы, они так старались. Друзья, мы готовы узнать имена победителей шоу «Ледниковый период». Итак, Татьяна Анатольевна, пожалуйста, откройте конверт и скажите, кто занял третье место. Третье место. Поделили. Анна Большова и Повела Сванагас. И Алена Бабенко и Алексей Тихонов. Браво! Мне кажется, абсолютно справедливое решение. Но как между этими парами сделать хоть какую-то разницу? Супер талантливые, очень красивые, технически наиболее хорошо оснащённые. И каждый из этих спортсменов сейчас получает бронзовые медали, шоу «Ледниковый период» 2009 года и памятные кубки. И я хочу отметить вашу роль, уважаемые телезрители. Ваше голосование, ваши симпатии к этим парам вывели их на ступеньку пьедестала почёта. Просто молодцы. Конечно, больше всего хвалить нужно Анну и Алену. Они же непрофессиональные фигуристки. И какой прогресс в течение нашего шоу они показали. Пришло время узнать имена участников, занявших второе место. Татьяна Анатольевна. Валерия Иланская и Алексей Игудин. Аплодисменты. Я считаю, что это абсолютно заслуженно. Если бы эта пара осталась без награды, это было бы несправедливо. Они лидировали практически весь проект с первого до последнего этапа. И только в полуфинале чуть-чуть споткнулись. Я считаю, что серебряные медали и кубки, которые им сейчас вручают, это отметка. Отличная оценка того, что они сделали для нас с вами, уважаемые телезрители, на льду шоу «Ледниковый период». Лера Ланская. Удивительно музыкальная, пластичная, красивая. И великий фигурист Алексей Игудин, которые составили пару, от которых глаз невозможно было оторвать. И, наконец, победителями шоу «Ледниковый период» становится Татьяна Анатольевна. Вам слово. Победителем ледникового периода суперфинала становится Юлия Ковальчук. Ура! Ну, правда, ура! Это по заслугам. Это гениальная пара, которая провела весь турнир, все шоу «Ледниковый период», все этапы, включая полуфинал и суперфинал. Ровно, без срывов, без ошибок, продемонстрировав и великое мастерство, и технику, и характер спортивный. И, конечно, здесь Рома Костомаров, он уже выигрывал все на свете. Юлия Ковальчук, как соответствовала ему. Какой у этой девочки талант. И радуются ребята абсолютно искренне. Золотые медали сейчас будут на груди самой лучшей пары ледникового периода этого сезона. Ну и, конечно, вот эти кубки, символизирующие коньки. Для этой пары коньки, несомненно, золотые. А я наберу смелость, и от вашего имени еще раз поздравлю эту пару с победой. Всем действительно огромное спасибо. Был очень классный проект, и получали огромное удовольствие, катаясь в нем. Спасибо всем зрителям, которые за нас болели. Спасибо всем участникам, которые принимали в этом проекте участие. Спасибо всем, кто организовал это замечательное шоу уже который год, в котором мы выступаем. И, ну, действительно, это один из лучших проектов, я думаю, что на всем телевидении, поскольку его смотрят и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Поэтому очень приятно вдвойне, конечно же, сегодня стоять на первой ступеньке. Спасибо всем огромное. Я хотела бы, наверное, сказать в первую очередь огромное спасибо Илье за то, что он поверил в меня и дал мне вот эту возможность на самореализацию. Илюш, вот прям спасибо тебе огромное-огромное. Спасибо первому каналу за то, что дали нам всем такую возможность почувствовать себя хотя бы на такой короткий промежуток времени кем-то еще. Ну и огромное спасибо, конечно, Роме за его терпение, за его, я уже сегодня говорила, за его мудрость, за его мужественность и за то, что он самый лучший партнер на свете. Спасибо, ребята, вам всем. Спасибо, Сал. Готовы? Три, четыре. С Новым Годом! С наступающим Новым Годом, дорогие друзья! Весь проект «Предниковый период 2009 года» с вами был Владимир Гомельский. Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!